Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Об этом мы сегодня побеседуем с нашим гостем, политологом Аркадием Дубновым. Добрый вечер, Аркадий. Добрый вечер. Давно ли вам стало известно об этой идее депутатов казахского парламента? Ну, во-первых, эта идея, она сегодня уже выглядит подтверждением инициативы Ассамблеи народа Казахстана, с которой выступил один из ее руководителей, заместитель председателя этой Ассамблеи Башмаков. Он выступил в субботу, вот в эту, то есть это 4 дня тому назад. И просто надо иметь в виду, что председателем Ассамблеи народа Казахстана, это такая внепарламентская структура, которая объединяет все этносы, живущие в Казахстане, так вот, председателем является сам, что там, обешивающий Назарбаев. Поэтому, если выступил заместитель председателя, то это было понятно, что это месседж не просто пробный шар, а это фактически предвещает начало серьезных подготовительных мероприятий по досрочным выборам. Вот я узнал об этом, и мне к вечеру того же дня, я уже проверив какие-то, так сказать, другие источники, понял, что это серьезно. Зачем, вы спрашиваете, да? Ну, можно ответить коротко, можно длинно, значит. Если в серединный взять вариант, то надо просто вспомнить, что Наршултан Абишевич Назарбаев строитель современного Казахстана. Современного и суверенного. А того самого Казахстана, государственность которого признал наш президент Владимир Владимирович Путин, чем, в общем, думается, оказал некую медвежью услугу и самому Назарбаеву, это было в прошлом году, вы помните. После чего Назарбаев вынужден был, спустя два месяца, выдержав правильную дипломатическую паузу, напомнить, что первая казахская государственность была основана еще 550 лет назад ханами Киреем и Дженебеком. Вот она в этом году будет отмечаться. Но, тем не менее, эта государственность основана нынешне действительно Назарбаевым, и сегодня мы должны признать, что Назарбаев и вправду гарант, строитель, основатель этой страны. И новые выборы ему нужны как бы как некое переутверждение на этом посту, потому что на самом деле это не выборы, это будет референдум. И не случайно сегодня в Казахстане задают очень логичный вопрос, а может быть проще было бы провести референдум для подтверждения его полномочий, но тогда возникает некое противоречие. Вот здесь я думаю, что есть смысл утверждать, что сегодня Казахстан не является неким, сейчас модно говорить слово, гибридная, гибридная война на Украине, гибридное государство Казахстан. С одной стороны, это республика, которая должна подтверждать все свои ветви власти выборами, парламентские выборы, президентские выборы. С другой стороны, это страна вполне авторитарная, в которой есть национальный лидер, и у которого есть статус национального лидера, утвержденный официально, Елбасы это называется по-казахски, и которому бессмысленно с какими-то другими претендентами состязаться, потому что это цапоги в смятку, он защищен законодательным статусом лидера, а они кто? Как они могут с ними соревноваться? Получается такой оксимурон. Поэтому, выбирая из этих двух референдов, были мы выборы, Назарбаев идет на тот вариант, который должен подтвердить государственное устройство в виде республики. Это подтверждает имидж Казахстана на международной поляне. Это государство, принятое в ряду демократических, устроенных по своему статусу государств. Ну что делать? Вот надо подтвердить это. Но дальше можно же рассуждать, почему именно сегодня? А просто потому, что страна действительно вступает в непростой период, когда нужно проводить непопулярные решения. В первую очередь, девальвацию национальной валюты Тенге, которая, судя по всему, будет серьезно девальвирована не меньше, чем на 50%. И это можно провести только при сильном политическом лидере, который берет всю ответственность на себя. Вспомним, в начале 90-х Гайдар проводит очень непопулярные реформы, остаются в истории страны. Для большинства ее граждан, так сказать, чуть ли не обрушителем, да, привестиком несчастья. Но у него за спиной был Ельцин, у которого тогда был, безусловно, мандат доверия. Вот то же самое здесь. Но только сам Назарбаев фактически гарантирует все эти пертурбации. И правительство, во главе с очень эффективным менеджером Каримом Масимовым, будет проводить этот антикризисный план, будучи уверен, что ему лично, с точки зрения политического имиджа, мало что угрожает. Ну и самое главное. Элита сегодня казахской может успокоиться, как я говорю, она перестанет гадать на кофейной гуще, ожидать, как будет проходить транзитный период перехода власти. Все решено. Не будет в ближайшее время транзита, власть остается в руках Назарбаева, а дальше, что называется, жизнь покажет. Спасибо. С нами напрямую здесь вышел Ержан Карабеков, редактор сайта Казахской службы радио Свобода. Добрый вечер, Ержан. Добрый вечер. Ну вот мы привыкли, что Назарбаев давно уже считается пожизненным лидером. Как по-вашему, зачем понадобилась вот эта очередная рокировочка и новая комбинация? Вам слово, Ержан. Да, действительно, можно представить себе, с одной стороны, что Назарбаеву неожиданно понадобились досрочные выборы или же, скажем так, окружение Назарбаева. Но если окинем взглядом новейшую историю Казахстана, так называемую новейшую историю, которая считывается со времени приобретения независимости Казахстана, то, в принципе, Назарбаев и его окружение проводили президентские выборы, всеобщие президентские выборы в срок только один раз. Это случилось в 2005 году. Все остальные общенародные выборы, в основном они были официально общенародными, они все проводились не в срок. Обычно на год раньше механизм запускался, бюрократический механизм запускался довольно-таки разный. Например, на досрочных выборах 2011 года сначала была так называемая «инициатива» провести референдум по продлению полномочий президента Назарбаева до 2020 года. И даже идея этого референдума поэтапно, снизу доверху, эта идея дошла до парламента, до Сената, до высшей палаты парламента. И даже был принят соответствующий документ, что стране нужно проводить референдум по продлению полномочий президента. Но тут неожиданно, опять-таки, скажем, неожиданно в кавычках, может быть, это было запрограммирование, а может быть, действительно неожиданно, президент Назарбаев возразил против идеи референдума по продлению его полномочий, и в дело вмешался Конституционный суд, Конституционный совет он сейчас называется. И в конце концов так получилось, что Назарбаев не согласился с референдумом, он решил, что нужно идти на выборы, чтобы народ проголосовал. Это официальная трактовка. И в 2011 году случились досрочные выборы, и Назарбаев набрал очередной раз рекордное количество голосов. И что интересно, что и в 2011 году, и в 2015 году вот эта инициатива, которая идет как бы снизу, это, мы знаем, это советский стиль, глаз из народа, аргументация приводится примерно одинаковая, что у нас ожидают трудные экономические времена, что мир предстоит в 2016 году перед какими-то глобальными потрясениями, и мы должны быть готовы, типа, коня на переправе не менять, и поэтому нужно провести якобы выборы. Но, как считают политологи и лидеры оппозиции, которые предупреждали, что Назарбаев пойдет на досрочные выборы, только для того, чтобы удержать власть, для того, чтобы, если раньше это было, на предыдущих досрочных выборах Назарбаеву требовалось как бы опередить своих потенциальных оппонентов из стана оппозиции, то сейчас уже и потенциальных оппонентов, которые могут ему официально бросить вызов, как таковых нет, то некоторые сторонники Назарбаева считают, что им движет просто элементарный страх, страх потерять власть, какой-то неожиданный для себя момент. Или же вторая трактовка появилась вот сейчас, что ближайшее окружение Назарбаева просто готовится удержать власть на случай и его ухода из власти по тем или иным причинам, в том числе и по естественным причинам. Чтобы в таком случае выборы были не в 2016 году, а не в 2020 году, по какому графику это должно было предстоять. А чтобы этот транзитный период они себе обеспечили заранее. Да, спасибо, Ержан. С нами на прямой связи журналист Илья Азар. Илья, я знаю, что вы изучали вопрос, грозит ли постсоветскому пространству новый виток сепаратизма и появления сепаратистских анклавов. И сделали вывод, что такой в перспективе анклав существует в Восточном Казахстане. Что дало вам основание для этого? Вам слово. Добрый вечер, Илья. Добрый вечер. Неожиданный переход, конечно. Но, честно говоря, скорее наоборот. Я в какой-то момент, когда эта тема была актуальна, это было еще, на самом деле, осенью, подумал, где могут сложиться какие-то, где есть уже какие-то условия, более чем-то напоминающие условия, которые на Донбассе, показалось, что их, в принципе, может что-то подобное произойти, возможно, но в северном или восточном Казахстане, где есть нечто общее с Донбассом, да, по количеству русского населения и города, в общем, похожие даже по их внешнему виду и по промышленности, и прочему, на Донбасс. Но, в общем, на самом деле, приехав в Усть-Уминогорск, я был, пообщавшись там с местными жителями, в общем, пришел к выводу, что пока, по крайней мере, как раз-таки при правлении Султана Назарбаева сомнительно, что там что-то произойдет, просто хотя бы потому, что и России, это, естественно, не нужно сейчас возвращать территорию. Да, вот, Аркадий, как вы считаете, почему русскоязычное население Казахстана, в общем-то, доверяет лидеру страны? Можно я сначала прокомментирую то, что сказал Илья Азар? Я бы все-таки старался быть крайне осторожным в формулировке вот такого типа «Не нужно сегодня России возвращать эти территории». Это очень серьезное заявление, которое, на самом деле, несет в себе такой, я бы сказал, взрывной, непозитивный потенциал, потому что, что значит возвращать? Мы исходим из того, что есть договор о распуске Союза 91-го года, где Казахстан стал суверенным государством. Россия, согласно Будапештскому меморандуму, который сегодня она проигнорировала по отношению к Украине, продолжает гарантировать территориальную целость независимого Казахстана. И с этой точки зрения говорить о возвращении России, ну, это по меньшей мере не, я бы сказал, неразумно. Да и юридически абсолютно, я бы сказал, неверно. Вот, вообще, я просто так призываю всех коллег, когда они говорят, ну, такие столь щекотливые темы, быть очень аккуратным, потому что любая страна постсоветского пространства, наблюдая за событиями на Украине, начинает ежиться, потому что никто точно не знает, что в умах российского руководства, какие дальше последствия могут иметь события на Украине. И с этой точки зрения, пусть Ильяна меня не обижается, мутить эту воду такого рода вещами крайне неразумно. Это очень мягкое, что я хотел бы сказать на эту тему. Володь, теперь извините, что вы... Да, но вот, раз вы считаете, мутить воду не надо, почему русские из Восточного Казахстана так доверяют Назарбаеву? Ну, во-первых, я не знаю, честно говоря, я там очень давно не был, и я могу верить Илье, он замечательный репортер, то, что он видел, он нам рассказал, может быть, не совсем, так сказать, это нравится, значит, Казахстане, но там, правда, есть источники, которым я бы не стал так доверять, типа, так сказать, там, значит, случайным людям. Но неважно. Значит, то, что имело место как такой пассионарный ресурс сепаратизма в Казахстане со стороны русских, это начало середины 90-х годов, сегодня фактически уже давно осталось в прошлом. Все пассионарные, так сказать, русские, молодые, агрессивные, их там уже нет, и те люди, или уехали они, и те люди, которые сегодня там живут, они не представляют, во-первых, угрозы для власти, во-вторых, они уже себя чувствуют в значительной степени казахстанцами, они понимают, что их в России особенно никто не ждет, тем более, что это возрастной возраст более чем средний, тех, кто там остался. И, с другой стороны, казахстанское руководство ведет себя, в общем, я бы сказал, цивилизованно и разумно по отношению к тем русским, которые там остались. И я не вижу никаких оснований, серьезно сегодня ставить под вопрос положение русских в Казахстане с точки зрения их желания каким-то образом возбудить вот эти, значит, сепаратистские настроения. И огромное количество, знаю, русских в Казахстане и в Алма-Ате, в столицах, которые составляют сегодня, ну, значительную часть культурного такого ареопага, так сказать, современного Казахстана. И, в общем, мне кажется, не очень разумно ставить под угрозу их вклад, в общем, в этот новый Казахстан. Да, я помню, лет пять назад был какой-то процесс над лидером казачества местного. Больше. Да, его признали политзаключенным, я помню, ездил Лев Пономарев туда. Нет, это нет, вы имеете в виду Владимира Козлова. Да, да, Козлова. Ну, он не лидер казачества, он лидер партии ОЛГА, которого обвинили в том, что он, значит, он оппозиционер, казахстанский оппозиционер, но он никаким образом не был позиционирован как русский сепаратист. Это не так. А там не было мотива, что его за русское происхождение, да? Вы знаете, если бы казахстанские власти... Владимир Козлов очень порядочный, очень честный человек. Он, что называется, взял на себя грехи Мухтара Облязова, может быть. Мы сейчас углубимся в другие, так сказать. Он сейчас сидит еще? Он сидит сейчас, да. Вот это я хотел узнать. К сожалению, он сидит. Да, Ержану Карабекову. А как вообще, насколько сильна оппозиция в Казахстане, оппозиция его величества, что называется? То есть самому лидеру Назарбаеву. Вам слово, Ержан. Ну, лидеры оппозиции еще в прошлом году заявляли, что, возможно, надвигаются досрочные президентские выборы, потому что началась так называемая зачистка. То есть неожиданно начались какие-то судебные процессы, были инсценированы пересчет членов Коммунистической партии Казахстана. Это практически одна из единственных, их буквально две оппозиционные партии остались. И низовые организации, это одна из единственных оппозиционных партий, почему-то обратились в Министерство юстиции. Видимо, это, может быть, были засланные казачки, и они потребовали, чтобы пересчитали количество членов этой партии. Якобы верхушка партии занимается очковтирательством. И в результате этой бумажной волки, в результате этой бюрократической возни, деятельность оппозиционной партии была на какое-то время заморожена. Также были затеяны судебные иски против считанных последних оппозиционных изданий. И еще ранее оппозиция была деморализована, можно сказать, на предыдущих выборах, досрочных президентских выборах 2011 года, когда оппозиция не смогла практически выставить своего кандидата, хотя бы попробовать свои силы, такого реального кандидата. В 2011 году, как мы знаем, случились жаназенские события в конце этого года, когда Назарбаев опять пролонгировал свою власть на 5 лет. Случились жаназенские события, которые стали поводом для беспрезидентного подавления оппозиции, оппозиционной прессы. Были брошены в тюрьму многие активисты этого забастовочного движения. Тогда же был посажен в тюрьму и Владимир Козлов, о котором наши коллеги сейчас говорят, именно посадили в тюрьму его как лидера оппозиционной партии. И до сих пор он продолжает свою борьбу, он не соглашается с объединениями в свой адрес. И в то же время был опять внесен раскол в другую оппозиционную партию. И в конце концов оппозиция, лидеры оппозиции, можно сказать, остались без поддержки своих активистов. Но другое дело, что лидеры оппозиции, они задают вопрос самому народу. Это тот самый источник власти, как мы знаем, Мухтарабляц, о котором мы сейчас вскользь сказал наш коллега Аркадий Дубнов. Именно сегодня в Париже состоялся касационный суд по его делу по выдаче Мухтара Аблязова, лидера оппозиции, по выдаче его в Россию или Украину по обвинениям уголовного характера. И лидер оппозиции Мухтар Аблязов, он предупреждал, что Назарбаев, он ни за что не отдаст свою власть. И он себя считает одним из главных критиков Назарбаева, и что именно за это его и преследует. Но в Россию его Франция, демократическая Франция, хочет передать как уголовного преступника, как подозреваемого в хищении миллиардов долларов из банка. Поэтому и Мухтар Аблязов в своих интервью говорит, А почему же народ спит? Почему народ молчит? Ведь добрый дядя не придет, не принесет им демократию на блюдечке с голубой каемочкой. А народ, тут уже, наверное, другая тема, почему народ безмолвствует, как у Пушкина, Борисе Годунове. Это тот самый народ, о котором якобы он поддерживает Назарбаева. Это тот самый русский избиратель, который в Восточном Казахстане, как мы сейчас слышим, он поддерживает Назарбаева. Но так ли это? По-моему, каких-то однозначных, независимых социологических исследований, насколько народ, в том числе русский избиратель в Казахстане поддерживает Назарбаева. По-моему, таких независимых социологических исследований в последнее время не проводилось. Спасибо, Юржан. Давайте Илье зададим вопрос. Раз вы к таким безобидным выводам пришли, Илья, почему тогда сайт «Медуза», для которого вы работали, заблокировали после вашей командировки в Казахстане, он стал недоступен? Я вообще хотел, конечно, Аркадию много чего сказать, но я не знаю, такой формат, что в дискуссию выступать неудобно. Мне просто кратко не кажется его подход, что нужно замаскивать проблему, учитывая, что не говорить о каких-то возможных сценариях, учитывая, что у нас есть какие-то договоры международные, как раз-таки неправильность такого подхода доказывает то, что происходит на Донбассе. Собственно, если завтра вдруг Россия ведет туда войска, то, в общем, обсуждать это будет уже поздно. Поэтому как-то молчать об этом странно. Черт, да. Ну, вообще, как бы всю эту тему замалчивать, потому что значит мутить воду. Понятно, что там 30, где-то 50% населения русские, и они не сильно довольны тем, что там поголовно водится казахский язык. Возможно, постепенно и медленно, и даже, возможно, это правильно. Скорее всего, это правильно. Но понятно, что не всем русским это там нравится. И понятно, что Владимир Путин может захотеть в случае какой-то... Вряд ли сейчас это произойдет, но вдруг ему захочется и этот кусочек территории взбаламутить, как это произошло на Донбассе. Что касается статьи, ну, мне кажется, ее заблокировали на следующий день. Хотя, на мой взгляд, довольно невинная, ну, где-то Аркадия, видимо, нет. Ее заблокировали действительно на следующий день. После этого там все несколько героев статьи выступили с тем, что я провокатор. Было несколько колонок в разных СМИ местных, что это провокативная статья, которая цель, которой вот именно, что говорит Аркадий, взбаламутить воду и посеять межнациональную рознь. Мне рассказывают, что там полиция провела рейды, там разговоры с героями статьи. И представители русской организации, которые, в общем-то, там и жалуются на жизнь в этой статье, они выступили с открытым письмом большим в советском стиле, что не дадим всяким скользким медузам и азарам насчет взбаламутить воду в Казахстане. Ну, мне просто кажется, что это такой подход казахский и даже среднеазиатский к проблеме. То есть журналистики как к тому, в той сфере, в той четвертой власти, которая должна вскрывать какие-то проблемы, и о чем-то говорить, и поднимать какие-то темы для обсуждения. Вот, мне кажется, Средняя Азия замалчивается, хотя я уверен, что при этом какие-то меры на улучшение местного межнационального климата, скорее всего, будут приняты, как это часто, мне кажется, бывает Средняя Азия. Пытаюсь решить проблемы, но главное, чтобы о них никто не говорил. Да, мне показалось такое интересное в тональности у Ильи противопоставление казахский формат и нормандский формат цивилизованный, который был. Вот он говорит, в этом казахском формате. Как вы считаете, Аркадий, это вообще было похоже на разжигание настроений, которых не существует? Вот вся командировка Ильи и его публикации. Нет, ну я сейчас не собираюсь вступать в такого рода обсуждение работы, которую сделал Илья в своей поездке. Понимаете, в чем дело? Он против единомыслия, видите, он какой-то свежий воздух внес в дискуссию, в атмосферу СМИ казахских. Он говорит, слишком по-казахски там все было единодушно. Казахские СМИ, ведь мы можем сравнивать, например, разумность казахских СМИ, которые я точно так же могу поставить под сомнение. Они, обжегшись на молоке, дуют на воду. Они боятся закрытия своих, так сказать, изданий. Я сам сталкивался лично, что из моих там комментариев, которые я по их просьбе им даю, они вынуждены убирать какие-то вещи, потому что мне сразу признаются, что вот это сразу... У них уже есть совершенно четкие статьи в уголовном кодексе, которые... Это не цензура по-вашему? Нет, цензура, конечно. Я же не собираюсь это отрицать, что это цензура. Просто я говорю не о реакции прессы. Реакция прессы была после того, как статья Ильи Азара вышла. Я говорю о том, что проблемы русских в Казахстане, вот так с налету, было адекватно. Наверное, Илье, который там, может быть, первый раз туда поехал или, так сказать, мало этим вопросом занимался, он изложил, на мой взгляд, это достаточно поверхностно. Не в упрек, но вот просто, как человек, который занимается третий десяток лет в Центральной Азии, я понимаю, что это был наскок поверхностный. Кроме того, он говорит, может быть, после этого казахские власти будут предпринимать усилия для того, чтобы не было какого-то рода проблем для русских. Так я просто хочу сказать, что прежде чем писать этот материал, нужно было поинтересоваться, какие меры на тот момент были приняты казахскими властями. Они таки, да, были приняты. Они таки, да, были приняты уже, может быть, после событий на Украине, но они были приняты, потому что реакция Астаны была достаточно серьезной. Мы здесь, в этой студии, по-моему, это уже обсуждали. Обсуждали, да. Обсуждали, да. Но просто это все-таки требовало более профессиональной подготовки к работе над этим материалом. Вот все, что я хотел сказать. А то, что казахская пресса работает в условиях авторитарного государства, это даже не обсуждается. Со всеми, естественно, проблемами, связанными с цензурой в такого рода государстве. Давайте Ержану зададим этот вопрос. Каков по вашему уровень цензуры? И вот можно ли узнать правду из местных средств массовой информации о реальном положении в Казахстане? Ержан, вам слово. Ну, по оценкам международных правовых организаций, правозащитных организаций, Казахстан относится к стране с цензурой, к стране с несвободной прессой. И вот, как мой коллега Акадий Дубнов сказал, что казахская пресса, она сама сейчас оглядывается на свое выживание. Действительно, в прессе происходят такие процессы, когда она не только вынуждена выживать, если писать изоповым языком или фокусироваться только на социальных темах. По-моему, такой вопрос не стоит в прессе Казахстана в последнее время не то, что вопрос выживания, а, наверное, в какую-то сторону сместились стандарты, профессиональные стандарты журналистики. Можно увидеть, услышать такое явление, когда это был вчера независимый журналист, оппозиционный журналист, а сегодня почему-то ни с того ни с сего начинает хвалить президента Назарбаева или его дочь Дарьго Назарбаева. Буквально на этой неделе, когда начали раскручивать идею о досрочных выборах президента, в прессе появились неожиданно такие комплементарные материалы, комплементарные статьи в адрес Дарьги Назарбаева и дочери Назарбаева. Ее тоже некоторые предполагают, что может быть она будет кандидатом президента в этот раз, может быть Назарбаев затевает какую-то иную игру. Но в условиях цензуры и даже такие, может быть, спонтанные материалы уже воспринимаются некоторыми наблюдателями как какие-то интриги. То есть атмосфера в целом такая, что даже какой-то профессиональный изыск может быть воспринят как аппаратный ход. То есть в целом атмосфера, она сложилась вот довольно-таки неожиданная для большинства читателей, когда не приходится даже читать между строк. В целом в прессе доминирует, в большой прессе я имею в виду, доминирует заказная журналистика сейчас, доминирует анонимная журналистика. То есть параллельно вместе с государственной структурой или проправительственной структурой средств массовой информации существует, как оказалось, целая сеть каких-то наемных журналистских бригад. Об этом показали разоблачительные публикации, которые организовали активисты оппозиции за рубежом. Есть отдельное звено, наверное, каких-то проплаченных журналистов в странах Европы, может быть, и в Америке, в России. Те, которые являются, такие журналисты, которые являются формально независимыми, но по сути они лоббируют те или иные усилия президента Назарбаева. Они же могут обслуживать эти звенья, могут обслуживать и интересы диктаторов соседних стран, допустим, Ислама Каримова или властных структур в Туркменистане. То есть сама пресса Казахстана, внутренняя пресса Казахстана, она стала только частью этой большой медиамашины. И даже экспромтом, если приедет журналист Илья Азар и покажет что-то в другом свете, посмотри другим взглядом, то такой даже, можно сказать, вроде бы рядовой путевой очерк, который Илья написал, он может вызвать такой переполох. Слово Аркадия. Потому что это признак слабости. И я могу еще понять, что такого рода вещи цензурные, превыходящие, так сказать, все мыслимые, может быть, масштабы сегодня принимаются на Украине. Конечно, мы можем к этому относиться с пониманием, с непониманием, но мы должны понимать, что Украина находится в состоянии войны со страной, которую она считает агрессором, я имею в виду Россию. Поэтому все, что исходит из России, конечно, там воспринимается очень болезненно. Там, скажем, запрет на фильм «Брат-2» — это, конечно, показатель. Там не хотят вообще ничего слышать о российском менталитете, который там транслировался в этом замечательном фильме, может быть. Там, где сила в правде. Это, конечно, само по себе уже давно говорит о предвосхищении этого менталитета. Что касается реакции на этот очерк Илья Азара в Казахстане, конечно, он был крайне неадекватным. — Да, Илья, вот вы попали под запрет как «Брат-2». Вот Аркадий считает, что такие явления культуры, которые не вяжутся с суверенитетом Казахстана, попадают в черный список. Вам слово. — Ну, я, честно говоря, не знаю. Может, дело и существует. Например, если уж мы заговорили, то в Азербайджане, например, есть список официальный на сайте МИДа, в котором 500 человек, которые, если он Монград, а в Азербайджане, в частности, я только потому, что съездил на Горный Карабах и написал тут стативу. Поэтому, и это уже основание для запрета на въезд. Ну, и известная история, что туда не пускают людей, которые с армянской фамилией просто приезжают. Поэтому, ну, государство бывшего СНГ, случаются у них такие вещи. — Ну, хорошо. Давайте тогда Ержану дадим слово. Как вот преодолеть эту закрытость информационную Казахстана? Как ваша служба, в частности, это делает? Ержан, вам слово. — Ну, наверное, вот в таких случаях, как мы сейчас некоторую часть нашей беседы посвящаем статье, нашу умершую статье Ильи Хазара, его путевой очерк поездка в Усть-Каменогорск, и такое небольшое нащупывание болевых точек. Наверное, такие болевые точки не надо замалчивать, надо об этом говорить, надо обсуждать, не надо это переводить, может быть, в плоскость стереотипов или комплементарности, что Назарбаев решил проблемы многонационального общества, как это считается официально в доктрине, официальной доктрине Казахстана, правительственных структурах и проправительственных структурах. И, безусловно, межнациональные проблемы в Казахстане есть, есть и скрытые проблемы, есть мины замедленного действия, когда казахская элита, она больно-невольно оглядывается на Украину, на события в Донбассе, когда в Донецкой области этот регион фактически уходит из-под власти Киева. И первое время очень боялись, и даже власти боялись, что этот сценарий может повториться и в Казахстане, тем более после нашумевшего выступления президента России Владимира Путина, не выступления, а его ответ на вопросы на молодежном форуме, когда он бросил такой камень в адрес казахской элиты, что там у них не было истории государственности, у них государства не было границ, а тем самым эти слова же перед ним как бы опробировал одиозный политик Владимир Жириновский, и это вызвало бурю возмущения в творческой элите, в богеме Казахстана, скажем так, но при этом камни сыпались на Жириновского, про Путина все молчали, а еще дальше старались забыть, что об этом же и говорил и сам Назарбаев, что он себя позиционировал первостроителем казахского государства. И сейчас после каких-то рокировок в видеологической машинерии Казахстана сейчас кинулись отмечать 550-летие казахского ханства, и официальная историография говорит сейчас, новые акценты ставятся на том, что это 550-летие ханства, казахского ханства, а не государственности, что государственность Казахстана уходит корнями еще глубже, что в период после распада Золотой Орлы. То есть идет очередная юбилейная мишура, а проблемы, социальные проблемы, политические, внутриполитические, межэтнические проблемы, они замалчиваются, и власть дает сигнал, что надо молчать. Про правительственную прессу просто замалчивают. Частная, она частная, в основном про правительственную прессу она частная, она в руках каких-то олигархов. И эти проблемы просто не освещаются, и от этого, конечно, эти проблемы решаться не будут. Спасибо, Аркадий. Давайте вернемся к выборам. Какова будет главная повестка дня этих выборов, и в чем их вообще будет смысл, доказательства всенародной поддержки лидера? Ну, там я вот писал сегодня, если власти решили проводить выборы президентские, то должны быть спарринг-партнеры у национального лидера, да? Ну, сложно представить себе ситуацию, когда они всерьез будут претендовать на президентский пост. Если мы вспомним динамику успехов Назарбаева на предыдущих президентских выборах, то неуклонно росла его поддержка электоральная, да? Скажем, на выборах пятого года это было 91, если не помню. 91,15%, да? На выборах 2011 года это было 95,5%. Значит, вот я говорю, с таким лагом, там, 3-4% повышения к следующим выборам, мы должны представить себе, что эти цифры должны возрасти до 98%, но так не бывает просто, да? Да, по теории... Да, погрешности не остается даже. Да, поэтому нужно будет найти какое-то объяснение внятное, как нужно будет оформлять эту победу. Я допускаю, что сама технология этих выборов на этот раз, может быть, как-то и изменится. Может, они будут как-то приближены более к референдумной форме, да? Типа поддержки, да? Не знаю, не знаю. Но сам факт того, что Назарбаева сегодня и окружение ему, эти выборы выгодны, это почти сказать ничего. Выгодны они, в первую очередь, России, точно так же они выгодны всему остальному, как бы, миру. Вот и таким большим крупным игрокам, как Соединенные Штаты, Евросоюз, Китай, да, и региональным державам, окружающим у нас, Центральную Азию. Понятно, почему, да? То есть вот мир вступает, как принято сейчас говорить, модно в турбулентное состояние, когда мы предсказать ничего не можем, события на Украине, изменения мирового порядка, а исламское государство, которое неизвестно, когда приблизится его угроза к нашему региону, значит, нужна стабильность. Поэтому лидеры западного мира, которые раньше, так сказать, транслировали сюда ценности демократии, да, они сегодня предстают, в первую очередь, выставлять эти ценности в качестве приоритета. Сегодня их интересует больше всего стабильность и прогнозируемость. Так вот, Назарбаев приучил этот мир к тому, что он прогнозируем и обеспечивает стабильность. Значит, мы должны принять к сведению такого рода постулаты. Поэтому, значит, президент Обама, Ангела Меркель, Франсуал Ланд, они будут аплодировать этому решению и возможному, так сказать, переутверждению Руслан Абишевича на следующий президентский срок. В Москве я вообще не говорю. Там точно будут этому аплодировать. Почему? Потому что, и об этом говорил сам президент российский, что здесь воспринимают Фуртана Абишевича как главного гаранта надежных, добрососедских, гарантированных союзнических отношений между Казахстаном и Россией. И кроме того, Назарбаев это, в общем, я бы сказал, идеологический, моральный, какой угодно гарант Российского Союза. Он его, что называется, отец-основатель, идеологический. Поэтому без него представить себе стабильную попытку утвердить этот союз сложно. Ну и кроме того, вся в Москве не без оснований подозревает, что многие представители новой казахской молодой элиты будут смотреть на Москву гораздо менее лояльно, чем это делает сегодня Назарбаев. Илья Азарова, вопрос. Как по-вашему, ставит ли под сомнение у стабильности, о которой я рассказал Аркадий, отсутствие внятного и бесспорного преемника у Назарбаева? Вам слово, Илья. Ну, мне кажется, что как раз таки, я просто опять же, как правильно заметил, конечно, Аркадий не самый большой представитель в Казахстане в целом. Но мне кажется, что как раз таки вот эти выборы не так важны, и они примерно так же важны, как выборы в Узбекистане, которые в марте, да, по-моему, пройдут. Их исход очевиден. По-моему, самое интересное в Казахстане, каков будет преемник, есть ли он, насколько я понимаю, сейчас его, по-моему, нет, пока не видно. У Назарбаева, собственно, как у Каримова тоже. Поэтому в этом самый главный вопрос. И я так понимаю, что выборы, в частности, кандидаты на выборах, это не будет какой-то, они не покажут, не предъявят этого преемника. Поэтому их исход очевиден. Поэтому, в общем, по-моему, это не самая интересная вообще в целом тема. Вот. Кто преемник, кто им может быть, это надо спрашивать у специалистов вроде Аркадия. Но я так понимаю, что и он даже не знает, кто же будет преемник, когда он станет известен. Да, Юржан, давайте спросим, как по вашему, было ли какое-нибудь подобие кастинга преемников, которые устраивали в России в 1999 году в Казахстане? Ну, вообще-то, на тему, кто будет преемником или каким будет транзит власти в Казахстане, верховной власти в Казахстане, уже пара солидных книг написана, не говоря о десятках конференций, которые прошли в Казахстане, или же общественных дискуссий, которые на протяжении нескольких лет, последних пару лет, по крайней мере, ведутся даже в проназарбаевских масс-медиа. Поэтому здесь ничего удивительного нет. По одной версии, власть сама инициирует эти дискуссии о преемнике, чтобы народ, я имею в виду, политически активная часть общества, как бы она отвлекалась. Но бывшие ближайшие люди из ближайшего окружения Назарбаева, в частности, его бывший зять Рахат Алиев и лидеры оппозиции в изгнании Мухтара Блязова, они говорят однозначно, что Назарбаев не уйдет из власти, что даже образно говоря, его вынесут только вперед ногами, что он при жизни эту власть Рахону не отдаст. И даже некоторые активисты говорят, что сами дискуссии о преемнике, в принципе, это унизительно для современного цивилизованного мира. Почему власть должна передаваться из рук в руки, как это случилось в 2000 году, когда Борис Николаевич Ельцин передал власть доселе малоизвестному подполковнику КГБ Владимиру Путину. И тем самым, как бы, свел на нет демократические усилия в России, попытку построить демократическое общество. И получается, что он возродил собственными руками, породил вот это явление, которое сегодня создает много проблем для того же цивилизованного общества. Поэтому здесь гадать, мне кажется, не приходится. Назарбаев будет оставаться у власти столько, сколько он пожелает, сколько он физически может это продолжать. И более того, оказалось, что это и выгодно соседним державам, я имею в виду Россия, Китай. Это выгодно и другим геополитическим игрокам. Ведь Путин не зря намекнул в своем знаменитом ответе на вопрос из народа, когда студентка родом, она вроде из Казахстана спросила, вот как вот решить русский вопрос в Казахстане. И Путин намекнул, что пока Назарбаев у власти, пока мы с ним договариваемся, пока мы вместе строим так называемый Евразийский союз, то проблем с Северным Казахстаном. Проблемы с Северным Казахстаном не будет. И кто бы ни пришел на месте Назарбаева, якобы он должен с ним договариваться, с Путиным. Он должен быть под Путиным, образно говоря. И политологи видят, что два-три возможных кандидата, два-три возможных лидера в современном обществе, которые могут стать вторым президентом, один из них может стать вторым президентом Казахстана, то они так или иначе будут придерживаться пророссийской, промосковской политической ориентации. Иначе, потому что они получат в ответ проблему Северного Казахстана. А ведь политики в России предупреждали, что проблема сепаратизма начинается неожиданно якобы с выступления каких-то пророссийских активистов, которые сидят в Украине. То есть они намекали и на казачество, на лидеров каких-то этнического толка, которые есть и в России. Но в России эти лидеры казачества, лидеры других возможных потенциальных пророссийских структур, они усиленно позиционируют свою лояльность Назарбаеву. Более того, Назарбаев даже сам является, ему присвоен статус казаками Казахстана, ему присвоен статус верховного почетного главнокомандующего казачества Казахстана. Спасибо, Ержан. Аркадий, как Вы считаете, может ли в Казахстане быть установлена, например, парламентская республика? Парламент же тоже там однопартийный, монолитный, или там обязательно должен быть режим единоличной власти? Мы уже говорили, что Казахстан — это пример строительства государства в той форме, которая раньше не существовала на этом пространстве. Ханство возобновить невозможно, иначе нужно государство цивилизованных в современных формах. Оно предполагает форму демократического устройства, но по сути своей нужно утверждать и, что называется, выстраивать определенного рода традиции. Традиции, формировать менталитет, заниматься экономикой. И для этого наиболее удобной и приемлемой формой оказалась вот такая, вырастающая из советского бюрократического, административно-хозяйственного стиля руководства, система авторитарного президентского управления. Парламент — это декоративная вещь. В Казахстане мы все это понимаем точно так же, как и всех других, практически остальных постсоветских стран. Здесь вот другое интересно. И Ержан совершенно прав, когда он говорит о том, что мы уже даже не замечаем того, что странам кажутся людям за пределами нашего пространства постсоветского, да, исключая, может быть, там несколько стран, в том числе и Украину. Мы все время говорим, как о совершенно саморазумеющемся о проблеме преемничества. Кто будет преемником, мы гадаем, преемник, преемник. А почему, собственно говоря? Мы же говорим о демократических традициях. И прав Ержан, что эта традиция была заложена человеком, который сломал, так сказать, коммунизм, да, Борисом Ельцином, или он надеялся, он его сломал, но вот создал вот эту традицию преемничества. И мы еще знаем больше, мы знаем, что нынешний президент Владимир Владимирович Путин, в общем, достаточно пренебрежительно относится к лидерам, которые скоро вынуждены будут уйти. Они же, так сказать, калифы там на 4, на 5, на 10, максимум на 8-10 лет. А он остается. И поэтому ему править, ему, так сказать, быть политиком number one в мире и человеком года по версии Тайма, Форбса или кого-либо еще, да. Поэтому, исходя из этого, он с большим уважением и пиететом относится к султану Абишичу Назарбаеву, который так же, как и он, сторожил и аксакал на посту лидера. Понимаете? Здесь есть такая химия в отношениях, которую нельзя не учитывать. В конце концов, кем был Путин, когда Назарбаев был уже президентом. Мы даже не знаем, кем он был, что он делал в 89-м или 90-м году, понимаете, да? Поэтому надо это понимать, что Назарбаев не может не знать эти отношения. Он не может их не использовать, но он мудрый политик, он понимает, как себя в этой ситуации вести. А как по вашему, может ли Казахстан стать адресом новой цветной революции? Нет. Абсолютно исключаю. Там нет ресурса для цветной революции. Кто там должен быть движущим мотором этой цветной революции? Там есть оппозиция? Нет оппозиции. Там просто нет оппозиции. Это надо понимать. Она сама себя, что называется, вытолкнула табуреткой из-под себя не так давно. Вот об этом Ержан тут недавно говорил. Да, сказал, да. Нет этой оппозиции. Значит, ее нужно привести в пломбированном вагоне Мухтара Облязова. Ну, я не буду сейчас говорить, скажем, мое личное отношение к Мухтару Облязову не настолько, так сказать, хорошо, чтобы я говорил об этом публично. Да? Поэтому привести в оппозицию Казахстан может, наверное, ну, вот как полагают, значит, может быть, сегодня после украинских событий только из России. Но не дай бог. А в целом предпосылки-то есть? Ситуация революционная есть или тоже нет? Нет. Я не вижу. Я не вижу этих предпосылок. Страна сырьевая. Там еще много денег, чтобы купить зародыши, которые могут угрожать, так сказать, точки кристаллизации, которые могут вырасти в оппозицию. Были же аназенские события. Но это не была оппозиция. Это был социальный мощный взрыв протеста, который встретил неадекватный отпор силовых структур. И до сих пор в Казахстане, в общем, наверное, не очень, так сказать, в верхах, что называется, довольны тем, как это все получилось. Там, ну, сейчас уже нет времени. Мы говорили много про жарный озень. Вот из этих вещей, из этих социальных конфликтов, которые провоцировались клановыми разборками, клановым сопротивлением внутри, так сказать, Казахстана. Там мы знаем, что Казахстан это родоплеменная, так сказать, по своей структуре страна. На западе Казахстана, уже на озене, инициаторами, так сказать, что называется, движущими силами были представители, так называемого, младшего жуза. И мы знаем, что лидеров этого младшего жуза сегодня, что называется, выделили, выпихнули за пределы страны. Дали им некоторые посольские должности в бывшей Югославии. Есть такой человек по имени Аслан Мусин, например. Вот он сегодня где-то посол, там, Ержан точно помнит, где-то, по-моему, в Боснии, или же Цаговине, не знаю. Нету. Руководство достаточно грамотно развело все возможные очаги сопротивления. Но про цветную революцию в Казахстане, мне кажется, говорить довольно сегодня смешно. Ну что ж, стабильность тоже, это залог какого-то порядка на территории постсоветской. Но, очевидно, мы увидим в ближайшее время, когда могут быть эти выборы? Какие? Ну, я допускаю, что эти выборы могут состояться где-нибудь поздней весной, может быть, в мае. Просто надо иметь в виду, что в этом году не только 550 лет вот этого ханства, но еще 75 лет самому Нурсултана Абишевича 6 июля, ему должно, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, как бы, должно стукнуть, да? И вот на фоне подготовки к этому замечательному юбилею вполне кажется естественным подтвердить его президентские полномочия. Спасибо вам за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что о политическом будущем бессменного президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, мы говорили с политологом Аркадием Дубном, он был в нашей студии, Ержаном Карабековым, редактором сайта «Казахской службы Радио Свобода», и Ильей Азаром, независимым журналистом, он был у нас на прямой связи со студией. На волнах Радио Свобода встречала программа «Грани времени». В микрофон работал Владимир Карамурзар-старший, дедактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Елена Калупаева.